Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте. Якутский педагогический колледж имени Гоголева выиграл грант на создание образовательного кластера. Колледж вошел в число 15 образовательных организаций России, которым в 25-м году предоставят субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Профессионалитет». Поговорим о новом образовательном кластере. Гостья студии Екатерина Шестакова, заместитель директора Якутского педагогического колледжа имени Гоголева. Екатерина Алексеевна, здравствуйте. Сумма гранта довольно внушительная, 60,5 миллионов рублей. На что пойдут средства гранта? Хотелось бы начать с того, что наш Якутский педагогический колледж в 2024 году отмечает свой 110-летний юбилей. И получение этого гранта для нас всех является большим подарком для всех нас, для всего коллектива, для всей администрации колледжа. Но к этому получению гранта мы шли довольно-таки не один год. Мы в течение нескольких лет ввели систематизированную работу, чтобы, наверное, получить вот этот грант. Вообще, вот цель образовательного кластера, это, ну, допустим, средство гранта, он уйдет на создание условий, да, вот обновление материально-технической базы, учебно-лабораторного комплекса, всех цифровых образовательных ресурсов. Ну вот какие образовательные организации и предприятия работодателей войдут в этот кластер? Ну, в наш образовательный кластер входят образовательные организации среднего профессионального образования, это «Мы являемся сами ядром», да, и, значит, среднепрофессиональное образование — это, значит, Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Николая Гаврилевича Чернышевского, это «Намский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Винокурова», и также, значит, образовательные организации общего образования — это наши школы города Якутска номер 2, номер 5, номер 21, также дворец детского творчества, и, значит, два центра развития ребенка — это детские сады номер 9 «Якутяночка», и номер 23 — это «Семицветик». А по какому принципу вообще шел отбор учебных заведений для попадания вот в этот кластер образовательный? На самом деле мы реализуем сетевую форму, да, организация образовательного процесса, и всегда наши, значит, работодатели, да, так скажем, они всегда в течение всех лет, наверное, были всегда с нами, и они очень с радостью легко, значит, вот приняли наше предложение войти в образовательный кластер. Вот совместная работа, обмен идеями, объединение ресурсов, вот какие еще перспективы открывает новый образовательный кластер? Ну, вообще образовательный кластер, он создается для того, чтобы, значит, для развития кадрового потенциала республики по отрасли педагогика, значит, с целью, с какой целью, да, значит, это повышение уровня трудоустройства выпускников по отрасли педагогика, это привлечение работодателей для подготовки кадров, значит, это, значит, поиск развития и тиражирование лучших практик наставничества, и, значит, это обмен опытом и развитие вот сетевой формы реализации образовательного процесса. Ну вот по каким направлениям, да, будет проводиться обучение в образовательном кластере? По каким направлениям? Ну, значит, мы, 6 специальностей запланировано у нас, да, это специальности, 4 специальности по укрупненной группе единиц, значит, 44-00, это педагогика и образовательные науки, это преподавание в начальных классах, дошкольное образование, это коллекционная педагогика в начальном образовании, также педагогика дополнительного образования, по укрупненной группе единиц 49-00, это физическая культура и спорт, это специальность физическая культура, и, значит, по направлению музыкальное искусство, это специальность музыкальное образование. Довольно разные направления. Да. Вот благодаря образовательному кластеру, да, учителя смогут повышать квалификацию, школьники посещать профориентационные мастерские. Вот что еще позволит реализовать новый кластер в колледже? Да, ну, значит, запланированные мероприятия, они не взяты, так скажем, с потолка, да, вся эта работа на самом деле у нас велась и ведется, да, и дальше мы будем его развивать, так скажем, в наших вновь созданных зонах. Значит, мы планируем, значит, вот образование 10 зон по видам деятельности, да, каждая зона, она называется мастерская, она имеет свое, каждая мастерская имеет свое название, и каждая мастерская, она не привязана, например, к какой-либо специальности, да, она должна быть сквозной, то есть в каждой зоне обучения должны проходить все студенты по любым специальностям, ага, не только обучающиеся студенты, да, также, значит, в данных зонах будут проходить, вот, как бы сказали, курсы повышения квалификации, да, различные методические мероприятия. Также основной целью, значит, у нас, мы говорили, это привлечение, значит, образовательных организаций, вот, в разработках образовательных программ наших, да, среднего профессионального образования, то есть мы выстраиваем свою деятельность так, что по запросам, по их запросам работодателей, то есть когда мы, значит, утверждаем учебные планы, согласовываем, вот эти вот образовательные программы обязательно принимают участие наши работодатели, то есть в чем, да, они, значит, вот, как я уже говорила, что они нам предъявляют какие требования, вот, предъявляют они к нашим выпускникам, да, какими бы они хотят видеть наших выпускников, будущих учителей, воспитателей, да, детских, школьных образовательных учреждений, то есть по их запросам мы, значит, меняем, иногда меняем, значит, в количественном плане, да, в учебных планах и содержание вот практической подготовки, в основном содержание практической подготовки, вот, наиболее большой процент мы уделяем практической подготовке студентов. Ну, вот насчет работодателей, кто может стать работодателем, то есть к нам нужно будет обращаться в кластер, там, может быть, любые учебные заведения или какие-то конкретные. Ну, вот работодателями мы называем все наши школы, детские, дошкольные образовательные учреждения, дворец детства, ну и так далее. Ну, и еще, что, значит, вот, нами запланировано не только вот согласование, да, значит, образовательных программ, но это и профориентационная деятельность, да, а потом же выстраивание карьерного роста наших выпускников, то есть мы отслеживаем всех наших выпускников, то есть это будет создание вот такой, значит, базы, где мы будем отслеживать всех наших выпускников, и, значит, это разработка оценочных материалов квалификационных экзаменов для, значит, проверки профессиональных компетенций наших выпускников, потому что квалификационный экзамен, когда сдают по завершению профессионального модуля, в состав экспертов входят не преподаватели, которые ввели, да, а это должна быть независимая оценка, поэтому в состав комиссии мы приглашаем всегда наших работодателей из числа учителей, действующих учителей, заместителей директоров, а также воспитателей, заведующие детских, дошкольных образовательных учреждений. Также в разработке оценки демонстрационного экзамена они принимают участие, принимают участие у нас, значит, вот в организации педагогических марафонов, научно-практических конференций, методических семинаров. Вот на какой срок рассчитана реализация данного гранта, ну и как, что можно будет назвать, какой результат, можно будет назвать, успешной реализацией данного гранта? Да, ну, реализация данного проекта, он, значит, запланирован на три года, в 25-м году начинается реализация проекта, да, в 28-м году мы завершаем, значит, по... Вот когда выделяют грант, ну, по рабочим специальностям возможно, значит, сокращение сроков обучения, да, допустим, на один год, но мы срок обучения оставили также 2 года 10 месяцев, так как обучить, допустим, учителей, которые обладают 9 методиками, да, это очень сложно, даже вот за 2 года 10 месяцев, но мы очень стараемся, поэтому у нас практическая подготовка более 50% составляет, да, и по реализации сетевой формы также у нас хорошо ведется, значит, вот по сетевой форме, значит, практическая подготовка тоже мы усиливаем, да, а также, значит, мы будем развивать практико-ориентированное обучение, то есть это дуальное, да, обучение. Вот в этом году у нас 22 выпускника уже обучались по дуальному практико-ориентированному обучению, то есть после завершения всех профессиональных модулей они могут, имеют право, значит, работать уже в школах и, значит, совместно совмещать учебу, в этом случае, значит, составляется индивидуальный план для каждого обучающегося и, значит, составляется трудовой договор, ученический договор со школой, да, и, значит, они, вот наши 22 выпускника в этом году успешно пришли вот такое обучение и, кстати, они остались работать в тех образовательных учреждениях, которые, значит, проходили, вот, данное обучение. Ну, ваш колледж готовит кадры для детских садов в школу республики. Вот расскажите о приемной компании этого года. Да, приемная компания у нас работает с 20 июня. У нас каждый год очень большой поток ветриентов бывает, да, доходит на одно место 14 человек, да. Вот на сегодняшний день подано на 210 бюджетных мест 1400, 1400 уже заявлений. В основном это, значит, так я уже озвучила, да, значит, на базе 9 класса и на базе 11 класса у нас ведется прием. Значит, на базе 9 класса мы в этом году расширились. В этом году мы ведем также специальность на специальность преподавания в начальных классах от тех специальностей, которые были в прошлом году. Ну, мы видим, да, что в настоящее время на специальности СПО очень большой спрос. Ребята после школы активно идут, учатся в среднепрофессиональных учебных заведениях. Катерина Алексеевна, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Поздравляем с победой, с получением гранта, ну и, конечно же, желаем успешной его реализации. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.